Мои дорогие друзья, если вы чувствуете, что вы устаете жить с близким человеком, это не значит, что он вам не подходит по судьбе. Это значит, что вы сильно зациклились друг на друге, устали друг от друга, нет сил жить вместе. Это значит, что вы сильно зациклились друг на друге. Ищите возможности приглашать друзей домой. Ищите возможности, чтобы было много подружек, много мужчин, много друзей. Мужчине надо спортом заниматься обязательно, чтобы быть здоровым и счастливым. Обязательно. Женщине обязательно нужно какое-то творчество в жизни, чтобы ее эмоции женщине поддержит гормональный фон женщины, ее настроение поддерживается творчеством. Вот допустим, если женщина бегает, допустим, говорит, бегаем по 10 километров, в это время надо музыку включать хорошую и так радостно бегать. Женщина так должна бегать. Одной ногой пишет, другой зачеркивает. Она должна счастье испытывать во время всего, тогда она отдыхает. Просто бегать. Она с ума сойдет. Женщина заставила себя рано подняться, допустим, заставила пораньше себя встать. Она потом весь день будет себе за это думать. Говорит, зачем я себя мучаю? Зачем я себя вообще заставляю? Она так будет собой недовольна? Потому что женщина не должна себя заставлять. Она должна вдохновляться на все. От кого вдохновляться? От других женщин. Если муж скажет, пойдем утром побегаем, она скажет, иди сам бегай. Муж не может жену вдохновить. Подружки будут вдохновлять. Творчество вдохновлять. Она там начала шить, там вязать, танцевать, петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ей нравится. Она счастлива, она успокоилась. Она должна что-то делать, что ей нравится, что приятно. Так она отдыхает. Если она все время работает, готовит, стирает, убирает. Все. Она истощается, потом начинает. Когда женщина истощается, что она делает? Когда женщина истощается, она думает, ты меня не любишь. Заметили женщину? Когда женщина истощается, она приписывает это мужу. Она смотрит на него и думает, я с тобой жить больше не могу. Ты меня не любишь. Так ведь, нет, женщина? Нет? Вы начинаете раздражаться на мужа сильно. Он что-то сказал, не так вас сразу дергает. Это естественно, потому что женщина очень чувствительная по природе. Очень чувствительная. И если она истощается, она уже не может терпеть. У нее нет терпения. Муж не так что-то сказал, его раз передернул. Она говорит, я не могу слушать тебя вообще. Не то, что ты не можешь его слушать, просто ты устала. Мы же это у детей понимаем. Вот когда у детей, допустим, ребенок капризничает, маленький, он плачет. Вы же не говорите, у нас несовместимость с этим ребенком. Я больше не могу с тобой жить. Вы ему так же не говорите, у ребенка. Вы говорите, он устал просто. Он хочет покушать, хочет отдохнуть, поспать. Так ведь вы говорите? Точно так же женщина. Если она капризничает, значит она устала. Иногда мужчины думают, раз она капризна, значит она меня не любит. Нет, она просто устала. Женщина, когда устала, она становится капризной. Мужчина, когда устает, каким он становится? А? Раздражительным, да, тоже. Но самое первое, что с ним происходит, он перестает вас замечать. Вот допустим, он с работы приходит к мужу, и он вас не замечает. Женщина думает, он меня не любит. Потому что женщина чувствует любовь через внимание. Он зашел такой, с работы такой, тупит такой, вообще как бы не смотрит. Думаю, Господь, что мне за человек достался вообще? Как можно вообще с таким жить? Он пришел, даже не посмотрел на меня. Я такая красивая, на меня все смотрят вообще. Он пришел, даже не посмотрел. Что такое вообще? Я его целый день ждала, чтобы он на меня посмотрел, когда с работы пришел. Я вообще платье красивое делаю. Все для него. Пришел и не посмотрел даже. Почему он не посмотрел? Вы уверены, что не любит, да? Нет, потому что он устал. Мужчина, когда устает, он не может проявлять внимания, потому что это для него аскеза. Вот для женщины, допустим, посмотреть на кого-то вообще не аскеза. Внимательно посмотреть, что чувствует человек, как он, чем он живет. Для женщины это не аскеза вообще. Она всегда этим занимается. Женщина заходит в какое-то помещение, а даже смотреть не может. Вот она, допустим, по офису прошла, она знает у всех, у кого какое настроение. Она краешком глаза смотрит и все видит. Мужчина даже, если прямо посмотрит, не увидит. Я разок прихожу с работы, говорю, моя дорогая, у тебя такое красивое платье. Ты что, недавно его купила? Хотел как бы блеснуть. Она говорит, да, говорит, это очень красивое платье. Ты мне подарил его сразу после свадьбы. Она уже у нас много лет. Я просто его давно не носила. Мужчина так, нет такой концентрации на этих вещах. Он не такой внимательный, как женщина. Но зато он целеустремленный, может добиваться своего в жизни сильнее, чем женщина. Мы разные. И поэтому не надо обижаться на мужчин за то, что они пришли с работой и не уделяют внимания. Они это делают, потому что устают. Женщина, если капризничает, это не значит, что она не любит. Капризничает вообще, ведет себя плохо, отвратительно. Она устала просто. Так же, как ребенок устает, он капризничает, так и женщина. Мужчина, когда устает, он не замечает, не уделяет внимания, не заботится. Устал человек. А потом мужчина держит свои... Имейте в виду, когда мужчина устал, он какое-то время держит свои эмоции. Он вас не трогает. Это вы делаете так, что он начинает грубить. Почему? Потому что вы не понимаете, что он устал. Подходите к нему, начинаете как бы его раскачивать на отношения. А он не может. Поэтому он начинает грубить. Мужчина устал, что надо сделать? Вот пришел с работы, устал, что надо делать? Накормить, конечно, иди, садись, кушать. Накормили его, погладили, как бы расслабили, расслабили. И дальше наблюдайте за ним. Если он даже поел, он даже поел, и вы его и там поцеловали, и обняли, и все, что можно сделать там с ним хорошо, чтобы ему было, и он все равно вас не замечает, это значит, что у него там серьезные проблемы на работе. Это значит, что он очень сильно об этом думает, он пытается победить ситуацию. Надо сесть напротив него именно после еды, потому что до этого он вообще даже с вами поговорить не сможет. и сказать, мой Харда хороший, у тебя все нормально? Проверить. Вы же знаете, что не все нормально уже. Но надо проверить, он хочет с вами об этом поговорить или нет. Может быть, и не захочет. Почему? Потому что ему трудно поднимать эту тему. Ему трудно об этом говорить вообще. И надо понять, что ситуация серьезная у него сейчас. Так надо изучать друг друга, мои дорогие друзья. Если мы этого не делаем, мы можем разрушить отношения, потерять друг друга.